Если трудно представить значимость врачей и фельдшеров скорой, посчитайте количество спасенных ими жизней. Только за прошлую неделю Ивановская станция оказала помощь более чем 2,5 тысячам жителей. И это еще не в самое горячее для бригад время. Здесь сидит диспетчер, она закрывает вызов, то есть производит проверку карты вызова, заносит ее в архив в электронном виде. Также здесь располагается резервная диспетчерская. Если произойдет какая-то поломка или внештатная ситуация и не смогут принимать вызовы на единой диспетчерской, тогда диспетчеры приезжают сюда и принимают их здесь. 53 врача, 351 фельдшер и 184 водителя. За сутки они принимают не менее 400 вызовов. Это вот все, что за сегодня уже? Да, это за сегодня. Сколько не считали? Ну, бывает около 500 за сутки. Вот сейчас потише, пока ковида так как бы нет. Очень много вызовов было. То очень много закрывали. Работы было очень много. Экскурсию по станции скорой помощи для нас сегодня проводит Гуля. Ей всего 23 года. И почти два года она трудится здесь. Говорит, если и привыкать к такому графику, то с молоду. На выезде мы работаем обычно сутки через трое, либо день-день по 12 часов и два дня выходных. Сложно график? Сложно, наверное, поначалу, но потом. Большинство привыкают. С 8 утра вы сколько раз уже выехали, получается? Сколько сейчас времени? Сейчас. Где-то, наверное, раз уже 5 выехали. Но мы ездили далеко. В какую-то там деревню. Дотуда более 20 минут надо было ехать. Уже успели заправку ездить на вызов. Работает скорая круглосуточно. Если повезет, можно успеть пообедать. На это отводится 30 минут днем и 30 вечером. Кто-то тратит драгоценные минуты на сон и отдых в специальной комнате. За смену каждой скорой команда может выехать на вызовы 20 раз. А всего в сутки задействуют до 38 бригад. Это комната приема пациентов. Иногда бывает, что пациенты приходят к нам прямо сюда, не вызывают на дом. Тогда осмотр проводится в этой комнате. Сюда первым делом мы пригласили участников экскурсии. Все действия, как при обычном вызове скорой. Собирают анамнез, измеряют пульс, давление, температуру и сатурацию. Если нужно, делают электрокардиограмму. По этой пленке пациент здоров. А в принципе? В принципе, по кардиограмме можно увидеть инфаркт миокарда, можно увидеть аритмию, нарушение проводимости электрического импульса по сердечной мышце, рубцовые изменения иногда тоже видно. Своих почтенных гостей работники скорой сводили в разные уголки станции и провели обучающую лекцию, которая, говорят посетители, изменила их мнение. Очень часто от людей слышишь, что, например, очень долго нет скорой помощи, обижаются и все такое прочее. Сегодня нам разъяснили, почему. Именно потому что, как сказали, есть отложенные вызовы и экстренные вызовы, поэтому их надо разделять. Буквально сегодня станция скорой медпомощи получила важную медаль за борьбу с коронавирусом. Теперь она – часть музейной коллекции. Здесь собраны различные экспонаты. В принципе, оборудование, если его зарядить, подключить, оно тоже будет работать, но уже требуются какие-то запчасти, которые не выпускают, и которые мы уже не сможем где-то приобрести. Можно сказать, что некоторые фельдшеры на нем работали, на этом оборудовании, те, кто сейчас работает. Да, на всем оборудовании. Даже я в свое время застала вот этот дефибриллятор, то есть я с ним работала. Историю Ивановская станция скорой медицинской помощи ведет с 1924 года. Тогда, сто лет назад, медицинскую помощь оказывали на санях и лошадях. Сейчас, конечно, рабочие скорые лошадки выглядят совершенно иначе. Это современные автомобили, которые оснащены самой современной аппаратурой для оказания помощи в любой ситуации. Добрый день, Мария. Расскажите, что в вашем арсенале есть? В нашем арсенале очень много всего. Реанимационная сумка, дефибриллятор, носилки и шины. Но чаще всего используют сумку для оказания первой помощи. Вот чемоданчик. Да, вот этот желтый чемоданчик. Ой, какой он тяжелый. Волшебный. Сумки у нас тяжелые. Как он весит. Больше 10 килограмм. Здесь ампулы для оказания помощи. Это вот хрупкие фельдшеры, девочки, вот это таскают? Да, да. Все мы носим вот это вот много лет. Много лет они носят не только такие вот чемоданчики, но и истории о судьбах своих пациентов. Не всегда простые. Осадок в сердце все равно. Сочувствие к больным всегда оно есть. Было даже так, что вот до слез. Ну, естественно, особенно когда к детям выезжаешь. Например, какой-то можете рассказать? Ну, когда дети руки, ноги ломают, черепно-мозговые. А уж когда без сознания, так там вообще. Они первые, кто оказывается рядом, когда нужна помощь. И последние, кто отмечает праздники, даже свой профессиональный. Ведь каждый день они находятся на страже жизни ивановцев. Наталья Сергеева, Максим Шишкин, телекомпания Барс.